МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...электрическим током высокого напряжения. Подросток скончался на месте. Получив информацию, на место незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета, полиции, криминалисты со специальной техникой. Устанавливаются все детали произошедшего. Выясняется круг лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объекта электроснабжения, действием которого будет дана правовая оценка. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 25 мая в Тверском областном суде продолжилось судебное следствие и допросы свидетелей по уголовному делу в отношении Александра Забинкова, обвиняемого в убийстве трех человек. 2 мая прошлого года в селе Михайловское Забинков нанес смертельные ножевые ранения троим мужчинам, ворвавшимся на участок Забинкова с угрозами. Сам Александр и его адвокат уверяют, это была самооборона. Забинков защищал свою семью, жену и маленького ребенка. Да, это самооборона, я тоже так считаю. Мне родственники говорят, что очень многим людям это не безразличная ситуация. Хотел бы сказать всем, кто оказывает поддержку, и семье привет передать. Напомним, что вменяемая Забинкова статья Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мы следим за ходом событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова